Сегодня председатель Кабмина встретился с заместителем директора департамента Центрального банка. Иван Моторин и Андрей Липин обсудили влияние денежно-кредитной политики на экономику. Задача каждого субъекта – достичь устойчиво низкой инфляции. И здесь на первый план выходит слаженное взаимодействие финансовых органов и региональных властей. В целом инфляционные ждания у всех высокие. То есть население началось с апреля, когда бензин начал расти, потом немножко снизились, потом августовский. Вещи там связаны с девальвацией, импорт подорожал. Поэтому, в общем-то, это нормально. Ну, вот ситуация, сказал, такие происходят. Шоки вверх, чтобы ожидания были повышены предприятиям, логично. Сейчас вопросы больше задают то, что вот колебание рубля, она курсовая. И особенно те, кто связан с закупкой, поставками, то есть у них есть, ну, зависит, сделка все равно проходит. Не в один день, а в несколько, может быть, месяцев. В августе уровень инфляции в регионе составил 2,7%, а это ниже, чем по стране. У нас же инфляция 4, она в среднем по стране, а 4 это в среднем, да, у нас регионы, где выше, где ниже. На самом деле для многих регионов, кто ниже, да, и те, кто выше, то, что они выше, это не значит, что плохо. Просто они, если исторически всегда были выше там среднерсийского уровня, и даже если представишь, что у них инфляция 5, может быть, это неплохо, может быть, у них стандартно в этой ситуации в среднем по России. Уровень инфляции в республике с прошлого года не превышает 4%, и пока предпосылок к росту не предвидится. Дмитрий Ковалев и Борис Андреев, Республика. Редактор субтитров А.Семкин